Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков и в этом выпуске. Один человек погиб, еще 10 в больнице. Тройное ДТП на Лукашевича. Расскажем подробности происшествия. Серьезный пожар в нефтяниках. Огонь уничтожил кафе. Есть ли пострадавшие? Ночью до минус пяти. В Омской области начинаются заморозки. Садоводам советуют быстрее собирать урожай. Вакцинация начинается. Как омские медики подготовились к сезону простудных и вирусных заболеваний? Встречаемся у фонтана или у экранов телевизоров. 12-й канал устроит зрителям тот еще вечер с музыкальным театром. Один человек погиб, 10 пострадали. В Омске устанавливают обстоятельства тройного ДТП с летальным исходом. ЧП случилось на улице Лукашевича этим утром. Столкнули сразу две маршрутки и мусоровоз. Анна Черных узнала подробности от очевидцев. Здесь на улице Лукашевича с мусоровозом столкнулась пассажирская «Газель». Салон был полон. Пострадали 10 человек, в том числе и дети. Один пассажир погиб. Многие находятся сейчас в тяжелом состоянии. Как говорят очевидцы, прохожие после столкновения сразу кинулись на помощь пострадавшим. Впрочем, скорая приехала оперативно. И сейчас все люди, которые получили травму, находятся в больнице. Предварительно установили микроавтобус с пассажирами, следовавший по маршруту 344 от остановки улицы Бархатовой до торгового города. При левом повороте с улицы Лукашевича не убедился в безопасности и не уступил дорогу мусоровозу. «Газель» от удара начало разворачивать. И она столкнулась с еще одной маршруткой под номером 307. В обеих были люди. В машине этого водителя пострадавших чудом не оказалось. А вот из первой под номером 344 десятерых увезли на скорой. Один погиб. Водитель пассажироперевозящего транспортного средства, совершая левый поворот, не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю, совершил с ним столкновение. Занимаемся отработкой ситуации, причины, причинно-следственная связь. Назначено проведение проверки. Уже сейчас понятно. По данному происшествию заведут уголовное дело. Виновнику аварии может грозить лишение свободы. Анна Черных, Денис Лопарев, 12 канал. Итак, официальные причины аварии устанавливают. Специалистам также предстоит выяснить, могло ли как-то повлиять на ситуацию изменения погоды. Утром дорога была мокрая после дождя. Вообще, водители призывают перестраивать манеру вождения на более спокойную. Сейчас при переходе из лета в осень будет неустойчивая погода. Состояние дорожного полотна также будет меняться. Госавтоинспекторы предупреждают аварийно опасными участками. В первую очередь становятся мосты и путепроводы, крутые спуски и повороты дорог, зоны пешеходных переходов и остановки общественного транспорта. Автомобилисты не всегда соблюдают скоростной режим и дистанцию, что часто приводит к увеличению количества ДТП. Между тем, на регион надвигаются первые заморозки. Температура начала опускаться уже сейчас. К вечеру станет еще прохладнее. Сохранятся заморозки до 3 сентября. Причем в ночные часы столбики термометра будут опускаться до минус 5. Если в пятницу резкое похолодание возможно на севере области, то с 1 по 3 сентября его стоит ждать уже повсеместно. Специалисты рекомендуют учитывать этот прогноз при планировании сельскохозяйственных работ, туристических мероприятий, садоводам и огородникам следует позаботиться о посадках. При чрезвычайных обстоятельствах гражданам рекомендуют обращаться в МЧС или звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу 787878. Причины крупного пожара, который этим утром вспыхнул в городке Нефтяников, устанавливают спасатели. На пересечении улицы 22 апреля и 50 лет октября горела кафе «Восточная ночь». Тревожный сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 9.45. Возгоранию присвоили класс повышенной сложности. Спасателям пришлось работать на высоте, так как огонь локализовали на крыше. Обошлось без пострадавших. К моменту возгорания заведение еще было закрыто. Ни персонала, ни посетителей не было. Упростило спасательные работы. То, что кафе расположено обособленно, жилых зданий рядом нет. Гаражи и дачные участки находятся в 300 метрах от места ЧП. Прибыв к месту вызова, по внешним признакам, происходило горение подсобного помещения на втором этаже и полностью полгорело кровля здания. На месте пожара работало 6 автоцистерн, 36 человек личного состава. В данный момент происходит разборка конструкции и проливка. Пока можно говорить только о предварительных причинах пожара. Известно, что возгорание началось в подсобном помещении на втором этаже. На прием в обновленную поликлинику жители Горьковского района смогут попасть уже в этом году. Ход реконструкции глава региона Александр Бурков проинспектировал во время рабочего визита. На ремонт и переоснащение амбулаторно-поликлинического звена центральной районной больницы из областного бюджета выделено почти 24 миллиона рублей. С июня в двухэтажном корпусе площадью идет полная замена всей начинки инженерных сетей и коммуникаций. Александр Бурков, осмотрев помещение, поручил руководству ЦРБ Минздрава оптимизировать прохождение обязательных процедур, торгов и закупок, чтобы сдать объект не позднее декабря. Есть сегодня вопросы по обеспечению мебелью, но я думаю, будем изыскивать средства, что-то думать, что-то решать. Потому что те 24, практически 24 миллиона сюда вложенных средств, которые будут освоены, конечно, получить отремонтированную больницу и окна, и все внутренние сети, да, и наружное благоустройство, и остаться без оборудования и мебели, наверное, мы не сможем. Так, поэтому будем решать. Но проблема в другом, что сегодня, ремонтируя поликлинику, мы понимаем, что нам необходим ремонт и самому больничному комплексу. Рассчитывали большой объем средств, но будем смотреть на следующий год, куда двигаться. А в следующем году в районе, возможно, начнется строительство нового образовательного комплекса «Школа плюс детсад» на 550 мест. Изначально в регионе планировали построить две школы – в Омске и Селькуле, однако по договоренности Александра Буркова с премьер-министром Дмитрием Медведевым, Омская область будет претендовать на включение федеральную программу по созданию дополнительных мест в учебных заведениях еще трех проектов – в Омске, Ясной Поляне и в Горьковском. Вообще же, Омская область занимает передовые позиции в стране по качеству образования, однако здесь по-прежнему сохраняются и проблемы, к примеру, такие, как отток молодых специалистов из региона. Что нужно сделать для привлечения педагогических кадров в сельские школы и каким образом повысить уровень жизни учителей, об этом расскажет первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин в интервью, которое он дал 12-му каналу накануне 1-го сентября. Смотрите программу «Расставим акценты» сегодня в 20 часов 5 минут. Омичи уже сегодня могут поставить прививку против гриппа. С сегодняшнего дня стартовала вакцинация. Традиционно она начинается за 3 недели до сезона заболеваемости. Он приходится на конец сентября. Прививку можно сделать в поликлинике, по месту жительства и образовательных учреждениях. В область завезли 243 тысячи вакцин для взрослых и 108 тысяч для детей. Это только первая часть. Она рассчитана на 45% населения. Прежде всего, это люди, которые больше остальных подвержены риску заболевания. Пенсионеры старше 60 и дети от полугода. В течение месяца провезут еще партию отечественной вакцины «Сови Грипп». В этом году вакцина поступила, которую можно ставить беременным. И эта категория сегодня тоже считается входящая в группу риска по развитию тяжелых осложнений от этой инфекции. Поэтому беременных мы тоже призываем во втором-третьем триместре беременности пройти вакцинацию. Конечно, после консультации с акушером-гинекологом и со своим терапевтом. Отмечу, что есть и противопоказания. Нельзя ставить вакцину, если у человека аллерген и яичный белок, или он заражен вирусной инфекцией. В прошлом году зарегистрирован 291 случай заболевания гриппом. В этом году, по прогнозам специалистов, будет меньше. По прогнозу научно-исследовательского института гриппа, в предстоящем эпидемическом сезоне ожидается эпидемия средней степени интенсивности заболеваемости с участием также всех трех штаммов вируса гриппа, вызывающего заболевание человека. Еще раз повторю, это вирусы гриппа АН1Н1, ВДН-09, АН3Н2 и В. Специалисты говорят, что те, кто поставил прививки от гриппа, болеют значительно реже, а осложнений после вакцинации удается избежать во всех случаях. Также не следует забывать о мерах профилактики и гигиене в период простуд, мыть руки перед едой и избегать контактов с больными людьми. Появилась новая площадка для развития социального предпринимательства в районах. Проект стартовал в ресурсном центре для некоммерческих организаций «Шаги к успеху». Первым его участником стал Любинский район. Сегодня муниципалитет успешно развивает бизнес в социальной сфере. Здесь созданы организации дополнительного образования детей, школы речевого развития, мобильная психолого-педагогическая служба, кружок робототехники, туристический клуб. В ресурсном центре презентовали эти проекты, наладили деловые контакты и подписали соглашение о сотрудничестве. Главная задача площадки – помочь социальным предпринимателям найти партнеров для развития бизнеса. Мы рассчитываем на заключение соглашений с областными организациями, может быть, и организациями других районов, социальными предпринимателями, которые занимаются теми же видами деятельности, что и наши. Мы развиваемся, и сегодняшнее, я думаю, мероприятие, оно послужит таким стимулом, толчком для дальнейшего развития и социальных предпринимателей, и наших некоммерческих организаций. День Любинского района привлек внимание многих предпринимателей. Некоторые соглашения подписали еще до начала встречи. Так, к примеру, туристический клуб района договорился с Омской компанией о совместной организации школьных экскурсий. Инициатором проекта стала общественная палата, которая при поддержке правительства области и создала ресурсный центр. Как отмечают организаторы, площадка даст предпринимателям серьезные возможности для дальнейшего развития, в том числе поможет получить финансовую поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне. Они представят свои проекты с тем, чтобы получить надежную поддержку как в лице общественников города Омска, так и общественников из других муниципальных районов. Может быть, проекты, прижившиеся сейчас в Любино, найдут свое продолжение в других районах. Мало того, с такой поддержкой мы можем потом легко транслировать и рекомендовать их для признания и поддержки на уровне России. Сегодня 12-й канал устроит зрителям тот еще вечер с музыкальным театром. В 18.05 занавес откроется сразу в нескольких местах. В большой студии у святомузыкального фонтана будут включения с театральной площади, где артисты встретятся с поклонниками, а стилисты и гримеры проведут мастер-классы. В театральном кафе посетители ждут лекции искусствоведов и шоу-бариста. В кассе можно будет приобрести билеты на премьеры всего за треть цены. Грандиозное шоу ждет и тех, кто намерен провести вечер у экранов телевизоров. В прямом эфире 12-го канала зрителям покажут выступления ведущих солистов музыкального и даже самые укромные уголки театра – подвал и знаменитую крышу трамплин. Кроме того, ведущие шоу Андрей Крылов и Наталья Змага свяжутся с известными композиторами и проведут голосование. Амичи смогут подсказать театру, какими спектаклями стоит обновить репертуар. Напомню, начало программы тот еще вечер в 18 часов 5 минут. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде завтра, 1 сентября. В области и в Омске ожидается переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью понизится до плюс 2 градусов. Днем потеплее до плюс 13. В Омске в ночные часы до минус 4. Днем 10-12 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Далее на 12-м канале смотрите телесериал «Лучшие враги». Следующий выпуск «Час новостей» выйдет в эфир в 17 часов. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин